Добрый день! У нас сегодня в гостях Гражина Павловская, аналитический психолог и по совместительству студентка одной из программ Европейской школы психологии. Добрый день, Гражина! Спасибо, что согласились рассказать о вашем опыте. И хочу спросить про то, как вы принимали решение пойти в психологию и потом пойти в школу. Я так понимаю, что это не первая ваша профессия и каким-то образом вы пришли к этому. К тому моменту, как я узнала о школе, у меня уже был диплом психолога, второе мое образование и было два сертификата, то есть я сказкотерапевт и арт-терапевт. Но для того, чтобы начать работу, мне чего-то не хватало, то есть у меня не было какого-то видения глубины, потому что на предыдущих обучениях я получила много техники, мне это все нравилось, меня это увлекало, но не хватало какого-то клея, чтобы этот пазл сложился. И я приняла решение прийти в школу, когда увидела ваше видео как раз про то, где вы рассуждали про государственное образование и частное обучение психологии. И я просто знала, о чем вы говорите, потому что я и владелец государственного диплома, и частным образом тоже обучалась оффлайн. Ну и я поняла, что вы говорите, ну вы попали этим мне в яблочко. И для меня самое большое преимущество обучения в школе было не столько знание, потому что ну что-то уже есть, да, что какая-то теория уже есть. А для меня важно две вещи. Первое, это возможность прохождения систематической личной терапии, потому что этого не было. Систематической, то есть чтобы это было каждую неделю. Это первое. И второе, поскольку я начинала, вот я буквально начала заявлять о себе с сентября, да, и для меня очень важна была супервизия. Вот этот страх навредить, страх куда-то увезти клиента не туда у меня присутствовал. И вот эти два, две возможности, ну это то, что меня просто воодушевляет. Здорово. С сентября вы начали в интернете, да, себя предлагать, свои услуги. Расскажите, как этот опыт, да, ну сколько сейчас есть клиентов, какая у вас практика, с какими вопросами вы работаете? Клиентов еще не так много, как мне бы хотелось. Еще это не, ну не длительная терапия, просто люди приходят за консультациями. Я работаю и в Фейсбуке, и на Б-18, и еще на сайте «Психология счастливой жизни» и отвечаю на вопросы клиентов. Вот. И вот именно с этого сайта достаточно часто это не просто вопрос-ответ, а общение продолжается. Вот. И меня это очень радует, потому что обратная связь, для меня это тоже очень важно. То есть если клиент возвращается, и ему важно что-то досказать мне заочно, не видя меня, для меня это важно. Ну, пока что я выбрала для себя направление, это отношение дети-родители, когда взрослые дети. Вот сейчас для меня это такое важное направление, и я вижу в нем перспективу. Обращаются с очень разными вопросами. Зажимы при общении, вопросы самореализации, вопросы выстраивания отношений с детьми, которые поменьше. Ну, достаточно разные. Но вот я чувствую, что особенно удается мне работать с детско-родительскими отношениями, когда дети уже, в общем-то, совершеннолетние. То есть взрослые дети и их родители. Да. Да, очень-очень важная тема. Ну, по сути, такая ключевая все равно. Все равно, чтобы мы не делали, да, в основе какой-то опыт детско-родительских отношений, и меняя его, можно, правда, поменять очень-очень многое в жизни. Это тема очень такая, ну, и интересная, и важная. В целом, то, как вы пришли к решению быть психологом, когда оно появилось, и какие были сомнения, возможно, как вы принимали для себя это решение? Ну, в 2003 году я защитила кандидатскую диссертацию. Она была на стыке филологии и психологии. Она была посвящена психологии творчества. И я работала над Мариной Цветаевой. И вот когда это слово «психология» прозвучало в названии темы диссертации, мне понадобилось брать отзывы психологов, включать там Фрейда, Юнга в работу. Ну, то есть вот делать этот кусок работы, я поняла, что вдруг обнаружила, что мне очень интересно. Я сижу, в общем, на двух стульях между филологией и психологией. И меня этот процесс, я помню, что он очень увлекал. Ну, и было, конечно, дико страшно, потому что куда я лезу? Это, в общем-то, не моя епархия. Я, в общем, филолог по первому образованию. И 2003 год, и вот всё это время меня эта тема, не тема даже, а психологию, она не отпускала каким-то образом. Я постоянно читала, я совершенствовала свои знания, я каталась и ездила на занятия, занималась психологом. То есть для меня открывалась вот эта глубина, и мне всё время было этой глубиной вместе с тем мало. То есть мне хотелось ещё глубже, ещё глубже, ещё, ещё, ещё. И поэтому аналитическая психология. Но тогда, когда вы начинали, вот интерес этот проснулся, вы начинали копать в эту сторону, была идея про то, чтобы... Ну, то есть это была уже оформившаяся идея внутри сделать это своей профессией, или это пока был просто интерес, вот как интерес? Это был просто интерес, ну, вот просто я для себя что-то узнавала. Я никогда не думала, что я буду психологом. Вот. А когда вот эта идея пришла к вам? Эта идея пришла, когда я работала в университете, и у нас появилась возможность получения второго высшего на базе предыдущего образования. И как только я увидела там слово психология, я решила бегу. Вот. Я получила этот второй диплом. И, как я уже говорила, потом ещё несколько обучений прошла, но я всё время боялась начать. Вот я боялась о себе заявить, как о психологе. Ну, вот не хватало какой-то уверенности. Может быть, привыкла на себя смотреть совершенно по-другому. Я филолог, я кандидат наук, я преподаватель. Какой психолог? Ну, как это можно совместить? Вот этой уверенности не было. И когда я пошла на летний интенсив, вот как-то пазл раз и сложился. Мне сказалось, что именно с прошлого лета конкретно я поняла, что да, я буду работать в этом направлении, и я буду, я расцениваю это как свою основную профессию сейчас. Вот с интенсива это было летом прошлого года. Как вам кажется, что повлияло, вот что такого на интенсиве? Летний интенсив, это вот для зрителя я и скажу, у нас в школе есть программа такая, она как экспресс-программа подготовки двухмесячная. Вот, летом мы ее проводим. Вот что, если сейчас, ну, я понимаю, что это было как-то вот так вот, вот появилась уверенность и появилась, но если сейчас попробовать посмотреть на этот опыт прохождения летнего интенсива, что дало, что было ключевым, что дало эту уверенность, что вы смогли начать, ну, заявлять о себе как о психологе, работать с клиентами? Ну, во-первых, для меня выстроились принципы аналитической психологии как-то очень понятно. То есть я поняла, о чем это. Это первое. Второе, когда мы начали работать в малых группах, я почувствовала, что, во-первых, у меня результаты уже тогда, уже там, я не знаю, за 4-6-8 недель, я почувствовала сдвиги внутри терапевтические. И самое для меня было такое воодушевляющее, что и у меня получается тоже работать как психолог. То есть я чувствовала себя, знаете, как в потоке, я чувствовала себя в процессе, и я получала колоссальное наслаждение. Я поняла, что это супер вообще опыт. Для меня. Вот так. Это было так. Да, здорово. Здорово. Вот интересно, да, какой, ну, вы уже, по сути, такой длительный путь в психологии прошли, да, столько обучения, столько знаний, и какого-то, ну, небольшого пазла не хватало, да, вот этой вот практической, практического соприкосновения, которое дало бы вам подтверждение, что вы уже хороший психолог, да, вы уже помогаете. И правда, это даёт сразу энергию, сразу уверенность, да, дальше идти развиваться, расти в этой профессии, потому что, ну, развиваться надо постоянно и бесконечно, вот. Но, по сути, для того, чтобы начать, да, надо, ну, какие-то важные такие основополагающие моменты, но их не так много, да. И только в процессе, когда вы уже начинаете работать, начинаете практиковать, да, то, что мы в школе делаем с первого занятия, тогда вы, во-первых, получаете уверенность, что вы можете дать результаты людям, и, с другой стороны, наращиваете свой профессионализм. По-другому это никак. Для тех, возможно, ну, вот зрителей, кто нас смотрит сейчас, кто только для себя решает, возможно, пойти в психологию как в профессию, стоит, не стоит, вот такой вот период сомнений, вы уже изнутри этой профессии, можно сказать, так, что вы можете сказать, какие плюсы, какие минусы, где интересно, где сложно. Ну, я начну с минусов. Я по своему опыту могу сказать, что иногда есть такая ложная готовность. Ну, вот кажется, что я сейчас возьму и пойду, и что-то тормозит. Для меня этим тормозом было сознание, что я не могу работать с людьми, если я сама не проработана. И минус для меня был в том, что меня сдерживал страх. Мне казалось, что, господи, я сейчас начну, и эта терапия меня засосёт, и я потеряюсь вообще. Ну, то есть вот такие страхи у меня совершенно иррациональные они, конечно, были. Может быть, это причина, по которой проще было жить, как вот, ну, как жилось. То есть заниматься своей первой профессией, там, в общем, никуда не кидаться, ни в какие новые сферы и так далее. Вот первое – это было. Второе – для меня было страшно, ну, опять же, самопрезентовать себя. То есть вообще сказать миру, что теперь я психолог. Для меня это тоже было достаточно сложно. Но я думаю, что каждый из тех, кто начинает задумываться о психологии, он делает это действительно неспроста. И эта тема всё равно не отпустит в любой форме. То есть можно не пойти в школу, ну, в общем, и это не страшно. И можно не уйдать этот путь. Но всё равно появится какой-то другой, тоже связанный с психологией. То есть вот сейчас у меня появилось вот такое, знаете, как спокойствие и понимание, что этих путей очень много, вот, на самом деле. И всё равно, если есть интерес, он приведёт человека в нужное русло. Просто что касается школы, я ни разу не пожалела об этом для себя, потому что здесь для меня вот очень важно было ещё чувство стабильности и чувство поддержки. Это общее пространство единомышленников, вот эти люди, с которыми я могу общаться на профессиональном языке, потому что общение с клиентами – это другая сторона. Поддержка, обмен какими-то эмоциями, ну, какие-то даже психологические шуточки такие, знаете, в профессиональной среде. Для меня это важно. Это вот та среда, то поле, в котором ты находишься. И интересно, что вот как только я нахожусь долго значительно в этом поле, и тогда волна клиентов идёт. Как только я переключаю внимание на какие-то другие вещи, тогда спад меньше. То есть вот таким-то образом этот интерес ощущается, ну, вот и теми, для кого адресуют свои послания и свою работу. Это очень интересно. Это абсолютно так работает. Клиенты идут на энергию. Клиенты идут на энергию. Да, мы изучаем там разные техники продаж, привлечения. Это всё тоже важно, нужно. Ну, и в том числе в школе мы всё это изучаем. У нас есть модуль по маркетингу. Но клиенты идут, люди идут на состояние, на энергию. Чем вы стабильнее, что такое группа? Да, группа даёт поддержку, а значит стабильность, да, не тревожность, ну, такую антитревожность. Чем больше вы стабильны, чем более вы стабильны, тем больше люди к вам идут. Вот, то есть это чувствуется на таком уровне, каком-то, ну, бессознательном, на таких вот этажах нижних, да, которые мы не осознаём, но они есть, и они на самом деле определяют наши выборы во всём, ну, в том числе и когда мы ищем психологическую поддержку, помощь. Поэтому, да, это правда важно. Вот. Что-то ещё? Ну, я просто хочу сказать большое спасибо за такое обучение. Для меня оно действительно очень важно было и есть, потому что сейчас у нас идёт третий модуль, и я с большим интересом вот тоже изучаю этот материал. И, знаете, мне ещё очень важно то, что даётся в лекциях, ну, вот, вот как структурируется материал, да, то есть есть такое умение, что ли, у вас. То есть сложное и многомерное, каким-то образом уложить так, что оно становится более-менее понятным. И для меня очень важно то, чтобы всегда-всегда есть связка к практике. То есть для меня профессиональная сторона – это очень большая ценность обучения в школе. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Тогда будем завершать. Спасибо вам. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok